СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Проникают во все сферы жизни человека. Иногда их синтез с историей и природой выливается в очень интересный и захватывающий проект. Уже на протяжении двух лет в Адлере работает оживший парк. Ежедневно после захода солнца в знаменитом Дендропарке Южной культуры жители и гости города наслаждаются видом волшебного леса, созданного лучшими российскими художниками световых инсталляций. Организаторы проекта – продюсерское агентство Just Do It Multimedia, и команда инженеров аудиовизуальной техники Smart Life. Оживший парк производит впечатление на каждого посетителя. Сценической площадкой для шоу стали аллеи и сами растения. Такие световые фестивали, как праздник лета в Лионе, круг света в Москве, аналогичные события в Канаде, Китае и Сингапуре заставляют сердца жителей трепетать от восторга. На улицах, мостах и знаменитых архитектурных сооружениях оживают удивительные миры, картины, фантастические сюжеты, появляются инсталляции и скульптуры. Но только в ожившем парке основой для светового шоу служат растения и природные пейзажи. Это делает проект исключительным и по-особенному прекрасным. Ежедневно в парке оживают вековые деревья и экзотические растения. Многие сравнивают это с декорациями к фильмам «Аватар», «Властелин колец» и другим картинам в стиле фэнтези. В проекте «Оживший парк» соединили сразу несколько видов современного искусства и красоту живого мира. В парке появилось более десяти необычных световых инсталляций. Звук видеопроекции, световое оформление и, конечно, загадочная атмосфера ночного парка погружают в загадочный и мистический мир. Для гостей открыт двухкилометровый маршрут. Следуя от одной инсталляции к другой, по-привычному и в то же время совершенно новому пути, посетители откроют для себя парк совсем с другой стороны. Это целый мир, во многом еще не исследованный и непонятный человеку. При помощи света организаторы показывают все разнообразие дендропарка. Отправиться в необычное путешествие посетители могут как в группах, так и в одиночку. Маршрут стартует от восточного входа в южные культуры, со стороны Олимпийского парка. Проходит по нижнему партеру. Ночное мультимедийное шоу длится около часа. Оживший парк – это новый формат городского отдыха в лучших традициях знаменитого праздника света, улицы которого ежегодно украшают тысячи ламп, фонарей, гирлянд и световых проекций. Языком рассказчика становятся современные технологии. Это уникальный проект, соединяющий новые формы цифрового искусства, красоту живого мира. Необычные световые инсталляции, всего их в парке установлено более десяти. В сочетании со звуковыми и проекционными системами, в окружении загадочной атмосферы, позволяют испытать совершенно новые эмоции и ощущения от путешествия по волшебному миру живой природы. Во время прогулки обостряются все чувства. Оживший парк интересен и взрослым, и детям, всем, кто хочет прикоснуться и ближе познакомиться с великой и магической силой природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вы готовы? Мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы начинаем нашу экскурсию по ожившему парку. И сегодня нашим гидом станет Маша, которая является представителем этого удивительного заведения. И, Маш, привет! Слово тебе. Первый вопрос очень простой. Оживший парк – это, как я понимаю, новый формат отдыха. В чем его концепция? В двух словах. Привет, да. Оживший парк на самом деле уже не такой новый. Он существует уже чуть более двух лет. Это мультимедийная прогулка по вечернему парку, то есть с заходом солнца. При помощи новых технологий мы показываем людям ночную природу парка, ее красоту, мощь, силу природы. И таким образом мы хотим показать о том, как нераздельны человек и природа, о том, как новые технологии, наверное, могут взаимодействовать с природой сейчас в современном мире. Вот такая история. То есть это самостоятельная пешая прогулка по ограниченному маршруту парка Южных культур. Да, это здорово. Слушай, расскажи, а какие световые инсталляции гости ваши могут увидеть и какое их количество? Сейчас у нас около 15 инсталляций различной проекции со звуковым сопровождением. И также у нас есть интерактив, то есть у нас не только световые вот эти вот все истории, также у нас есть актерское представление, тоже очень интересное. Слушай, а названия локации, они как-то особенным образом подбирались? Потому что у вас очень необычные названия ваших инсталляций. Откуда эти названия взялись? Сами придумали? Конечно, да. У нас на самом деле очень творческая команда, и мы к этому ко всему с большой любовью относимся. И прямо как-то очень трепетно подходили к этому ко всему. Ну, я думаю, мы сейчас, друзья, прогуляемся и убедимся в этом сами, насколько это все с душой и интересно, классно. Ладно, скажи, пожалуйста, кому, на ваш взгляд, будут адресованы ваши инсталляции, кто ваша целевая аудитория? Или это от мала до велика все, как вы себе это видите? Ну, как показывает практика, вообще интересно абсолютно всем людям любого возраста, детям, взрослым и пожилым людям также. То есть мы создаем такую атмосферу сказки, а все люди, они хотят поверить в волшебство вне зависимости от возраста. Ну, Маша не врет. На самом деле, на входе мы видели людей очень разных возрастов, дети, люди постарше, мужчины, женщины, все. Поэтому действительно, я думаю, что могут все кайфануть, и милости просим. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что подобные парки есть в других странах, там, в Бельгии, в Канаде. А есть ли что-то подобное в России еще, кроме вас? Или вы уникальны? На данный момент, насколько я знаю, нет аналогов в России. Есть, может быть, несколько похожие истории, но такого смысла я точно знаю, что нигде нет. Поэтому я думаю, что, ну, определенно мы уникальны в этом смысле. Окей. А скажи, пожалуйста, световые эффекты, которые мы увидим сегодня, только лишь они представлены? Или, может быть, аудиоэффекты какие-то или еще что-то? Да, да, конечно. То есть у нас есть... Я слышал, что есть лазеры там, да? Лазеры, различного рода подсветки, звуковое сопровождение, проекции присутствуют. То есть в каких-то местах можно остановиться, послушать волшебную историю этого парка. Где-то используются звуки природы, чтобы гость мог максимально погрузиться вот в эту мощь и силу природы. Скажи, какую протяженность имеет маршрут? И нужна ли какая-то специальная подготовка, может быть, обувь специальная? Специальная? Смотри, маршрут занимает где-то от 30 минут до часа. Так как у нас грунтовое покрытие, мы находимся в парке, да, ну, у нас запрещено ездить на самокатах, на велосипедах. Так же запрещено приходить с животными у нас, к сожалению. Ну, ничего. Вот. И специальной подготовки никакой не нужно. На случай непогоды иногда мы выдаем дождевики, если дождик, ну, такой... Мелкий моросящий. Мелкий, да, моросящий, как, например, сегодня. А если дождь сильный, то вы просто отменяетесь, да, в этот день? Да, мы обычно до трех часов дня обязательно во всех соцсетях. Если не погода, уведомляйте, что сегодня не будет? Конечно, да. Все, понятно. Ну, то есть, соответственно, следующий вопрос был, можно ли прийти в любое время и самостоятельно? Нет, это только в темное время суток. В этом и есть суть концепции. Только с заходом солнца, да, да, да. Только с заходом солнца, так как, ну, для погруженности гостей для большего эффекта. Что бы ты еще напоследок могла рассказать нашим гостям? Может быть, планируются какие-то ноу-хау, новые инсталляции в ближайшее время? Совсем недавно мы привнесли уже несколько новых инсталляций. То есть, те, кто посещал нас ранее, могут увидеть что-то новое сейчас. И, конечно, мы все время планируем что-то привносить. Вот. У нас в новогодние праздники обычно, ну, каким-то праздником мы приурачиваем... Тематические какие-то? Да. У нас часто проходят спектакли какие-то определенные. То есть, мы взаимодействуем с актерами. И в целом можно, ну, посмотреть, как у нас все внутри происходит. Очень такая театральная атмосфера. Мы хотели бы погрузить гостей в такую атмосферу сказки, чудес и вот этого волшебного именно взаимодействия с природой. И людям этого очень не хватает, этого чуда. Вот. Поэтому на данный момент у нас сейчас замечательное актерское представление. Актер в роли звездочета 15 минут рассказывает как раз о планетах, о звездах, о Солнце и о главных законах Вселенной. И это, конечно, любовь. Здорово. Ну, пойдем тогда смотреть и восхищаться. И попытаемся, друзья, поделиться этим с вами. Но при этом всем непременно рекомендуем вам увидеть это своими глазами. Я очень рад видеть вас у себя в гостях. Меня зовут Сандар. Я звездочет и светлый маг. Сандар. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал!